Итак, ну что ж, давайте сначала я кратко повторю, о чем мы говорили в прошлый раз. Хотя, разумевается, что мы по всем разобрались, потому что мы в прошлый раз делали и проделали вот те, то есть, решали те примеры, которые я давал. Но все-таки, еще раз, значит, о чем идет речь? Во-первых, мы рассматриваем преобразования, которые обладают групповыми свойствами. То есть, преобразования мы обозначали таким образом, то есть, полагая, что они зависят. Это преобразование координат, которые зависят от старых координат и от некоторого параметра преобразования А. Эти преобразования обладают групповым свойством, ну, помимо там всего остального, я самое важное выписываю. Это означает, что вот такие преобразования, значит, примененные в какой-то точке сначала с параметром А, а затем, к результату этого преобразования, но уже с параметром В, это все равно, что преобразование вот этой точки с параметром А плюс В. Это важнейшее свойство, которое, ну, по-видимому, берется, как самое важное, характеризующее свойство преобразования типа сдвига вдоль прямой. Вот, но рассматривается преобразование более общего вида, который этим свойством обладает. Оказывается, что такие преобразования обладают структурой группы Ли, ну, то есть, они образуют группу, и, значит, эта группа зависит от непрерывного, непрерывно зависит от этих вот параметров преобразования. Вот, и чтобы найти вот эти глобальные преобразования, величины, которые нас интересуют, это, так называемое, локальные преобразования. Ну, определяются они следующим образом. По, значит, величине Х мы определяем величину Кси, а, ну, которая зависит уже только от Х, вот, потому что она является вот такой вот призвой. Вот, ну, еще раз можно посмотреть, поскольку преобразование Х зависит от Х и от А, но здесь мы берем значение параметра А равного нулю, остается зависимость только от Х. Вот так, как и да. Вот, а вот эти вот локальные преобразования, знаний их достаточно, чтобы определить вот эти глобальные преобразования. Ну, по своему определению, они называются локальными, потому что характеризуют у нас вид преобразования в малой окрестности точки А равную нулю. Вот, но оказывается, что в силу, прежде всего, вот этого группового свойства наших преобразований, вот эти, по этим локальным преобразованиям можно восстановить глобальные преобразования в любой точке. Вот система уравнений, которую необходимо решать, чтобы найти по известным локальным преобразованиям, найти глобальные преобразования. Значит, это уравнение дифференциальное, ну, в общем случае, это система уравнений. Вот, и в начальном условии, вот, получается такая вот задача Каши для поиска глобальных преобразований. Значит, ну, еще раз напомню, что вот эта вот, как бы, строгая теорема, ее доказательство оказалось, оказывается возможным именно потому, что в силу вот этого вот группового свойства, как бы, начало отсчета, которое тут указано как А равное нулю, оказывается, может быть расположено в любом месте. Вот, в силуэтах, значит, ну, такое локальное свойство, оно позволяет нам установить глобальные преобразования. Так, для того, чтобы анализировать симметрию многообразия, вот, мы, ну, во-первых, само понятие вот этой симметрии многообразия и само понятие многообразия, нас помню, многообразие мы определили следующим образом, как, значит, множество решений некоторой системы уравнений, а многообразие является инвариантным относительно некоторого преобразования симметрии, если, значит, для преобразованных родинат у нас, ну, вид этого многообразия сохраняется и... Ну, вот, сколько это было равно, ну, тут равно мы будем еще поставить, да? Ну, вот оно, вот это вот, прежде всего, у нас вот это вот, условие вариантности, многообразие, да? Ну, это означает, что преобразования, вот такого типа, они переводят решение в решение. Ну, вот в тех примерах, которые мы рассматривали, простейшие примеры таких кривых, да? Или там прямой, или кривой, там кривых на плоскости, это означало, что точки этой прямой переходят в другие точки этой прямой. Вот, ну, если вы посмотрите на то, как, что делают вот эти вот найденные преобразования симметрии для данного многообразия с другими точками, то увидите, что там, ну, как бы, возможно, самые разные ситуации, да? То есть, другие точки пространства вовсе не обязаны там переходить в какие-то, значит, ну, образовывать какие-то множества, типа этого множества многообразия. Вот, то есть там по-разному, значит, эти изменения, ну, как бы, преобразования действуют на другие точки, но для многообразия так, точки многообразия снова в точке многообразия. Так, ну и критерий, которые мы получили, опять же, пользуясь вот теми же самыми понятиями, которые возникают вот здесь, то есть вот этими локальными преобразованиями, и фактически пользуясь снова групповым свойством преобразований, мы получили, что критерием инвариантности этого многообразия является следующее утверждение. Вот некоторый оператор, который мы назвали оператор ЛИИ, действует на наше многообразие. Вот, и мы должны рассматривать эту систему многообразия, равно в нулю. Вот, а в этом операторе, в этом операторе, то есть этот оператор, он строится на... то есть он строится с использованием вот этих вот локальных преобразований. Ну, как бы, это такая символическая векторная запись, а на самом деле, конечно, там вот эти величины, и несколько штук, вот каждая из них зависит от нескольких переменных и на самом деле ведется суммирование. То есть вот если у нас есть преобразуемые величины, да, в этом многообразии, ну, то есть вообще участвуют они в наших преобразованиях икс-катая, да, то по ним мы вводим соответствующие локальные преобразования, и оператор ЛИИ, он представляет собой, ну, такой, если угодно, сверт, да, то есть вот локальные преобразования на соответствующие вот эти вот производные перемены. Вот, а значит, когда мы применим этот оператор к нашему многообразию, получится некоторая система уравнений, ну, во-первых, их столько штук, сколько у нас значение принимает вот это вот альфа, то есть количество уравнений, которое определяет многообразие. Вот, а неизвестными величинами в этой системе являются вот эти вот локальные преобразования секаты. Когда мы их найдем, по ним мы находим глобальный преобразование, значит, общая схема. Вот, ну, в прошлый раз мы с вами смотрели в качестве примера такие вот простейшие, что ли, алгебраические многообразия, и у нас получалось, что, вообще говоря, вот эти вот, ну, то есть вот эта система критерий инвариантности, она, вот эти величины секаты, ну, не определяет точно. То есть по ним, ну, получается очень большая свобода, что ли, есть у нас в выборе вот этих вот локальных преобразований. Причина этого, конечно, состоит в том, что, ну, смотрите как, мы рассматривали, вот, когда мы рассматриваем кривую на плоскости, вот, то, строго говоря, вот, это, ну, очень, то есть это только единственная линия, да, которая связывает там какие-то определенные иксы с определенными игреками. Вот. А сами вот эти вот преобразования, которые мы рассматриваем как преобразование симметрии, они действуют, ну, вот, если не на плоскости, вот, на всей плоскости, да, раз. И второе, точками вот этого многообразия являются, ну, ну, действительно отдельные точки иксы. То есть там точки переходят в точки. Вот. Ну, на самом деле, как мы увидим в случае дифференциальных уравнений, ситуация другая. Решение дифференциальных уравнений, ну, даже вот если вспомнить обыкновенные дифференциальные уравнения, это так называемые интегральные кривые. Представьте себе дифференциальные уравнения первого порядка. Интегральные кривые заполняют плоскость, ну, без остатка. Вот. То есть через каждую точку плоскости проходит единственная интегральная кривая для, ну, если мы возьмем дифференциальные уравнения первого порядка или наглядности, да. Вот. И поэтому, когда мы будем говорить о симметрии уже дифференциальных уравнений, там ситуация поменяется. Вот. То есть у нас не будет такой, ну, симметрии, то есть такой свободы для вида вот этих вот локальных преобразований, ну, и, соответственно, для определяемых вот этих глобальных преобразований. Повторяю, потому что мы будем иметь дело с преобразованиями уже всей плоскости, вот если мы говорим о дифференциальном уравнении первого порядка. Так, ну, я не знаю, кто-то вот сделал вот это вот, то, что я задавал на дом, я там просил, значит, исследовать, что мы исследовали прямую, у нее достаточно много оказывается симметрий. Вот. Но также мы еще исследовали, что окружность, по-моему, да. Окружность. У нее, наоборот, не так уж много симметрии оказалось, да. Вот. А еще парабола и гипербола, да. Вот. Вот. Причем для параболы, по-моему, я просил еще до второго... Квадратичного. Да, до второго порядка. Вот. Получилось ли там что-то? Скажем. Я вот квадратичный только для гипербола рассматривал. Ну, там... Нам-то зачем? Там зачем? Нет, ну, можно и там посмотреть, получится или не получится, другой вопрос, да. Вот. Вот. Ну, тут четыре условия там получается. Ну, причем два из них сейчас я не могу сказать. Очень много вариантов. Нет, ну тут я... Нет, что хочется есть там. Ну, надо только не забывать, да, что мы на многообразии работаем. Так, а если... Ну, сейчас давайте я... Так. Сейчас я их принесу. Так. Чтобы так сравнить. А там... Эдик-то для всех условий. Нет. Там вот три этих уравнения, не знаю, как решать, как тут. Запутанные x и y. Система. Ну, а тут, во-первых, когда x и y, тут квадрат. Ну, тут оно внешнее, только наоборот. А почему здесь y-то в своем квадрате? Здесь же y. А, здесь y-то просто здесь должно быть. Ну, а почему? Нет, просто и y без волны. Так. Ну, давай ничего. Что-то... В основном, а в основном, а в основном. Да. А, тем более... Ну, что давай на этого? Что у меня у тебя к сикре здесь? И x-игры, как еще сюда поставишь? x-у-ну, x-у-ну. Ну, хотя, да, так и про я. Вот. Если здесь продифференцировать, я... Вот, если это продифференцировать, я потом... Вот, если это продифференцировать, я сюда поставлю. Ну, для окружности не смотрели, да, квадратично? Нет. Там тоже можно смотреть, но на самом деле там немножко такие тривиальные результаты получаются. То есть, не очень интересно. Ну, то есть, это получается очень какие-то сложные выражения, но если посмотреть, то они все сводятся к какой-то параметризации этого поворота. То есть, вот простейший поворот такой. Мы просто берем и, ну, угол меняем равномерно, да? А можно же это делать неравномерно. Вот. То есть, как бы, мы как-то замедленно это двигаем. Ну, и что, все равно движемся-то по окружности. То есть, не очень интересно получается. Вот. Для параболы, для параболы, вот, значит, у нас есть... так, сейчас посмотрим. Ну, что-то мы нашли, по-моему, в классе, да? То есть, у нас есть, во-первых, сдвиг просто, да? То есть, вот, я выписываю уже глобальное преобразование. Вот. Если мы сдвинем по иксу, то, понятно, по иксу у нас это будет выглядеть вот таким образом. Икс плюс два икс а плюс а квадрат. Так. Вот таким образом будет выглядеть сдвиг. Затем, есть у нас преобразование, ну, типа масштабного преобразования. Вот. Икс равно икс на е в степени а. То есть, если мы растянем по оси а масштаб. То есть, по оси икс масштаб увеличим. То по игреку мы должны увеличивать масштаб вот таким образом. То есть, коэффициент, понятно, там в квадрате должен появиться. При этом масштабный преобразование. Ну, естественно, значит, точки параболы перейдут в точки параболы. Но, если смотреть, как это... То есть, для точек параболы это ничего интересного. Но если смотреть, как это на всю остальную плоскость действует, да, то преобразование разное получается. Ну, здесь понятно, все точки сдвигаем. А, значит, вот здесь вот у нас фактически каждая точка плоскости, она будет лежать на какой-то своей параболе. То есть, как бы, точки будут, остальные точки плоскости будут двигаться по другим своим парам. Вот, значит, наконец, вот есть такое преобразование нелинейное уже, да. Вот, ну давайте я сначала напишу, вот как бы, систему для вот этих локальных преобразований, да. То есть, кси это будет у, а это будет 2ху. То есть, вот видно уже, что это нелинейное преобразование. То есть, вот тут вот второй порядок. Ну, и соответствующее глобальное преобразование выглядит таким образом. Икс с волной это... Так, икс с волной это икс поделить на единицу минус а икс. Вот, а икс с волной это икс с волной это икс единица минус а корней из y в квадрате. Вот, то есть, вот, ну тут, например, да, локальные и глобальные преобразования. Вот посмотрите, получалось у вас так или нет? Это, конечно, не единственное возможно, там могут быть и другие. Но вот это вот, вообще, такое интересное, своеобразное преобразование. Интересно оно чем? Тем, что вот преобразования, которые идут вот выше, вот эти вот линейные, они, ну, при любом значении параметра а, да, могут быть применены. А здесь ясно видно, что вот не любое значение параметра а, а только такое, чтобы вот этот вот, ну, знаменатель, что не обращался в ноль, да? Ну, делить на ноль нельзя, потому что. То есть преобразование, оно, ну, не может быть распространено на все значения параметра а, да? Есть вот какие-то, какая-то особенность у него. Вот, ну, как мы увидим, у, значит, у преобразований дифференциальных уравнений, преобразований симметрии, именно вот такие вот сингулярные преобразования, ну, то есть те, которые могут приводить к таким вот бесконечностям, да, они очень интересны, то есть они, в частности, ну, при некоторых там определенных условиях порождают так называемые фундаментальные решения дифференциальных уравнений. Вот. Ну, вот про уравнение теплопроводности я вам рассказывал на матфизике, там есть фундаментальные решения. Так вот, оказывается, из тривиальных решений, вот, можно породить вот эти вот фундаментальные решения с помощью преобразования симметрии. Вот. Так, ну, что там еще у нас есть? Гипербола. Да? Гипербола. У нас всегда получится, что у нас глобальное преобразование от одного параметра зависит? Нет. Мы, как бы, строим теорию таким образом, что мы рассматриваем, видите, однопараметрические преобразования. Но, можно, конечно, комбинировать преобразования с разными параметрами. И снова будут получаться какие-то новые преобразования, которые будут зависеть от двух. Ну, если у вас там есть... Причем, как бы, преобразование с разными параметрами. Вот с одним-то параметром, очевидно, коммутирует, да? А преобразования с разными параметрами, они же не обязаны коммутировать. Поэтому можно преобразовать, потом преобразовать с другим параметром, и опять преобразовать, и получить какое-то новое преобразование, снова преобразование симметрии. Вот. Но, как бы, это такая сложность. Для практических целей, может, это что-то интересное, но с точки зрения теории, да, мы просто комбинируем уже найденные возможности. Понимаете? Поэтому, ну, там, в соответствующих местах я буду об этом говорить, что это дает, какие там это порождает возможности. Вот. Но, повторяю, что тут-то, наоборот, как бы, задача такая. Вот в этом, ну, необозримом множестве преобразований как-то разобраться. А это, значит, выделить наиболее простые. И, как вот, оказывается, такими вот являются вот эти вот параметрические преобразования. Да, и их уже можно скомбинировать и что угодно. Так. Ну, это было у нас для параболы, для гиперболы. Для гиперболы. Значит, есть у нас, так, масштабное преобразование есть у нас. Ну, понятно, как оно выглядит. Ну, вот это получилось. А? Это получилось такая. Вот, масштабное преобразование. Сдвига нету. Сдвига тут нету. Так. Сдвига нет. А вот есть, допустим, такой, ну, квадратичный, квадратичный случай. Когда у нас кси все равно единице, а это равно минус y в квадрате. Вот такой вот квадратичный случай есть для кси это. Ну, а какие были, какой вид выбирался кси это? Ну, я просто пишу произвольную функцию второго порядка, да? Ну, второго порядка это означает вот так вот примерно. Значит, это равно, там член какой-то есть линейный, скажем, а плюс какой-то квадратичный член b и b1x плюс b2y, там допустим, да, плюс. А потом, значит, пишу там c, допустим, 11x в квадрате плюс c12xy плюс c22y в квадрате. Вот произвольная функция получается второго порядка, да? И то же самое я должен написать для кси, подставить это вот в эту систему уравнений, да? И попытаться посмотреть, а что там будет на многообразии, с учетом того, что xy, ну, для гипербола это xy равно единице, да? Вот, то есть я могу y выразить через x, скажем, как единица на x. Приравниваю коэффициенты при одинаковых степенях, и вот одна из возможностей, я повторяю их тут как бы необозримое множество, но одна из возможностей такая, что вот кси равно единице, а это равно минус y в квадрат, ну, то есть какой-то соответствующий коэффициент, вот он, c22, он оказывается минус y в квадрат. Вот, ну и тогда, значит, соответствующее преобразование выглядит таким образом. По x это сдвиг просто, да? Вот, это просто сдвиг, вот. А y, понятное дело, оно, раз мы x сдвинули, оказывается вот так вот выглядит единица, то есть y на x на y. Ну, понятно, это же все-таки у нас это сам гипербола, да? Вот видите, тут получалось, что у нас среди линейных преобразований был сдвиг, да? А тут, оказывается, сдвиг попадает в нелинейные преобразования уже, то есть квадратичные преобразования. Вот, ну, значит, конечно же, эти примеры, они, ну, то есть технически пока решают, что там интересно, но когда посмотришь на результат, не очень интересно. То есть так вот, ну, я повторяю, ну и что, вы можете вот написать просто уравнение для гипербол, вот ему равно для гипербола x, y равно единице, да? И сказать, а давайте-ка я x заменю и придумать что-нибудь, тут какую-то формулу. Ну, тогда сразу для y вы найдете преобразование соответствующее, правильно? То есть в этом смысле, как бы, никакого такого, чего-то особенного, ну, в смысле вот, как бы, ответов, да? Ответы, оказывается, тривиальными достаточно. Но что интересно, дело в том, что, когда вы так вот придумываете из головы вот эти преобразования, да? Ну, вы сразу придумываете их как глобальное преобразование. Вот. Ну, вы не знаете, на самом деле, с какими? С линейными, с квадратичными, там, и так далее, вы имеете дело. Вот. А тут вот, когда вы так вот их выписываете сначала, ну, можно понять, что, а, так вот это у нас относится к классу линейных преобразований для данного многообразия, и так далее. То есть, все-таки, ну, что ли, какая-то такая классификация появляется. То есть это как-то решение задач, что ли, поможет? То есть, зная, какого вида у нас преобразования квадратичные или линейные, мы можем... Ну, на самом деле, конечно, это, ну, как сказать, вот, опять же, не для данных примеров, но потом это будет важно, когда мы уже будем заниматься дифференциальными уровнями. То есть, примеры, касающиеся вот этих алгебраических кривых, это чисто, конечно, вот так для тренировки. Ничего там, как бы, такого нету и быть не может. Эта техника вообще не для этого придумана. Просто это иллюстрирует, что эта техника работает, она универсальна. Вот это, повторяю, вот эта вот техника преобразования ли, она универсальна. Ее можно применять вот в таких алгебраических примерах. Вот, ну, там, может дойдем, там, еще посмотрим забавные всякие варианты, когда, ну, в совершенно неожиданных случаях ее можно тоже применять. Но в основном она предназначена для применения к дифференциальному уравнению. Вот там большее количество результатов, мы к этому потихоньку переходим. Так, значит, следующий, следующая тема, это преобразование дифференциалов. Преобразование дифференциалов. То есть, вот я тут освобожу их вместо ее. Преобразование дифференциалов. Вот. То есть, представим себе, что наше многообразие, оно теперь задается не вот такими уравнениями, а уравнениями следующего вида. f α x dx равно 0. Вот. То есть, ну, и в качестве примера, который мы сразу рассмотрим как пример, требуется, допустим, найти преобразование, которое оставляет у нас на плоскости, ну, на лекартовой плоскости, инвариантными вот этот вот элемент длины. Инвариантными оставляет вот этот бесконечно малый элемент длины. Вот. Ну, один из вариантов задачи. Ну, правда, тут постановка задачи немножко другая. То есть, тут у нас равенство нулю. Вот. Но это как бы один из вариантов. А другой вариант, просто мы смотрим на вот эту вот инвариантность данного многообразия. Вот. Наши задачи относятся скорее вот к такому вот, к такой постановке. Посмотреть на преобразование, которое оставляет инвариантными вот эту вот квадратичную форму. Ну, вот эту вот квадратичную форму. Так. В соответствии с нашей идеологией, что мы должны сделать? Вот если мы будем делать все точно так же, как для вот этого вот нашего многообразия, да? То и результаты получим точно такими же, которые здесь вот у нас появляются в конце. Но с большим количеством переменных. С большим количеством переменных. То есть, здесь у нас была переменная x, да? И вот он оператор, который, ну, содержит в себе локальные преобразования величины x. Если мы все те же самые рассуждения проделаем для этого случая, то мы получим вот такой результат. у нас будет продолженный оператор x, который уже теперь действует на вот такое новое многообразие. И в этом продолженном операторе x, да, ну вид его, как он будет выглядеть? Значит, вот этот продолженный оператор x, он просто будет содержать дополнительные слагаемые. Вот первое слагаемое x, оно такое же, как здесь. Оно такое же, как здесь. А второе слагаемое, дополнительное, связано с вот такими новыми величинами, от которых зависит наше многообразие, да? Вот, значит, я его напишу вот таким образом. dx. Ну, пока не буду писать, от чего он зависит. d по dx. Ну, повторяю, что никакой разницы в рассуждениях, да, которые приводили нас к вот этому результату, здесь вот ничего нового в рассуждениях не появится. То есть, на первом шаге, когда мы будем смотреть на вот эти вот dx, просто как на новые величины. Вот. Поэтому формально оператор будет просто выглядеть вот таким образом. дx. Ну, были только одни переменные, которые назывались x. Ну, вот для них вот эти слагаемые. А еще группа переменных появилась, которые мы назвали dx. Вот. Значит, для них появилась слагаемая. Вот. Но, естественно, мы теперь должны выяснить, что же это такое вот эти вот, да, наши локальные преобразования. Итак. Значит, мы предполагали, что у нас есть глобальные преобразования, которые касались вот этих величин x. и мы предполагаем, предполагали, что это так. Вот. Но теперь, значит, мы рассмотрим новые величины dx, да, с волной. Вот. Ну, значит, это у нас просто дифференциал, да, просто дифференциал. И мы расписываем этот дифференциал. И что такое будет у нас? dx с волной по dx умножить на dx. А параметр преобразования, да? А параметр преобразования. Вот. Ну, это означает, что вот эти вот новые величины, то есть новые преобразования, они содержат в себе зависимость от x, да? Поскольку, ну, производная берется от функций, которая от x зависит. Но они также содержат в себе зависимость и от dx. Вот оно явно появляется здесь. Вот этот дифференциал, да? Вот. То есть они зависят от x, dx и a. и параметры преобразования. Ну, соответствующие, значит, локальные преобразования, вот эти, которые мы обозначили dx. Да. Мы их обозначили dx. Это что такое? По определению, dx это, значит, dx по d, a при a равном нулю. По определению локальных преобразований мы должны писать так. А теперь, если мы, значит, подставим сюда вот эти вот формулы. Да? Вот эти вот формулы. То есть, то мы получим... Так. Не знаю, какое место. Так. Сейчас. Ну, давайте один раз я все-таки подробно пишу. D по d, a. Вместо вот этого dx я снова подставляю вот это вот выражение. dx, dx, и здесь a равном нулю. Вот. Но, значит, мы можем поменять порядок дифференцирования. Да? То есть, у нас вот эту вот производную по d, a мы можем поменять с вот этой вот производной по d, x. Поменяем. Потом, взяв эту производную по d, a, подставим a равное нулю. И это у нас будет dx с волной по d, a при a равном нулю. Вот она. dx с волной по d, a при a равном нулю. Это будет величина кси. Вот. И у нас получится вот такое выражение. d по dx кси от x умножить на dx. Ну, тем самым, вот это обозначение, которое я ввел вот так вот, dx, оно оказывается оправданным. Да? То есть, на самом деле, вот это локальное преобразование для дифференциала, оно совпадает с дифференциалом локального преобразования для перемен. Да? Вот. Ну, поэтому я, конечно, сразу ввел вот это вот обозначение dx. Да? То есть, это действительно просто дифференциал вот этого локального преобразования. Вот. А. Так. Значит. Ну, собственно говоря, и все. Да? Только я тут вот еще ниже запишу векторную, что ли, векторную форму. То есть, у нас предполагается, что вот этот вот d кси, ну, какой-то катой переменной, тут я пока как бы без этих индексов писал, для какой-то катой переменной, да? Вот. Надо не забывать, что мы берем производные по нескольким переменам и намножаем на дифференциал тоже нескольких перемен, да? Поэтому формула будет выглядеть так. Д кси кт по д х л т д х л т, да? Предполагается правило формирования Эйнштейна. Я буду писать то же самое выражение еще более кратко. Кси кт по д х л. Вот. Нижний индекс будет обозначать производную по Эйнштейн-переменной. Да? Д х л. Ну, а вы знаете, что вообще как бы в, ну, что ли, вот этой вот дифференциальной геометрии, да? Тут какие-то формулы, которые как бы это все напоминают. Есть там разные ко-вариантные, контр-вариантные индексы. Здесь я ничем таким пользоваться не буду. Никакими такими соглашениями о ко- и контр-вариантных индексах я пользоваться не буду. Потому что никакого навара с этой ко- и контр-вариантности здесь не будет. То есть можно аккуратно и внимательно следить за тем, какой индекс вверху, какой внизу, там кое- и контр-вариантные величины. Но ничего от этого вот такого, то что возникает в тензорном анализе, когда мы там этим пользуемся, тут ничего такого не возникает. Никакого, значит, повторяю, никакой пользы от этого не возникает. Так, ну, значит, все. То есть вот у нас есть критерий инвариантности, вот у нас есть вид нашего оператора Ли. Мы теперь можем называть это продолженным оператором Ли, продолженным на дифференциалы. И для вот этих новых величин, новых локальных преобразований мы имеем формулу, которая связывает их со стороны, вот этими локальными преобразованиями. То есть теперь мы можем эту теорию применять уже к нашей задаче. Поэтому вот первая задача, которую мы рассмотрим, это рассмотреть преобразование плоскости, которые оставляют инвариантными следующую квадратичную форму. ds в квадрате равно dx в квадрате плюс dy в квадрате. Вот. То есть это, ну, просто квадрат длины элемента, да? Спрашивается, какие преобразования оставит эту форму инвариант? То есть что это за преобразование, для которых ds с волной в квадрате равен ds в квадрате? То есть я рассматриваю, ну, что ли, просто вот такую задачу, об инвариантности вот этого вот многообразия, да? Вот. Ну, в соответствии с моими, что ли, с вот этим алгоритмом, я должен сначала ввести глобальное преобразование. x с волной есть x с волной от x, y и а. y с волной есть y с волной от x, y и а. Вот. Написать соответствующее локальное преобразование. Так, значит, обозначу x, ну, оно будет здесь от x от y, ну, да? От x от y. Это будет dx с волной по dA при а равенном уровне. Величиной этой обозначу производную dy с волной по dA при а равенном уровне. Дальше я строю оператор LIC, выписываю оператор LIC и расписываю критерий на варианты. Оператор LIC продолжим, может быть, да? Это будет dx, это dx, это dx, плюс eta, dy, плюс dx, dx, плюс dx, dx, плюс d eta, dy, Вот он, оператор. Ну, значит, в уме мы держим вот эту вот формулу, да? Что такое dx, dx, dx? Только что писал. Мне, конечно, лень снова ее расписывать. Для данного конкретного случая. Ну, тем более, сейчас мы это все равно сделаем. Расписываем эту систему. Так, применяем наш вот этот продолженный оператор к dx подат, да? Должно быть равно, ну. Вот тут возникает... Да, но сейчас мы сначала распишем, что получится, да? Вот если в явном виде подействовать вот этим оператором на вот эту форму, что у нас получится? Ну, понятно, что вот это у нас не сработает, это не сработает, от x и y не зависит, да? А зависит только от dx и dy. Значит, получится так. 2 dx умножить на dx плюс 2 dy умножить на dx равно 0. Вот тут возникает такая своеобразная ситуация. Для... Вот где тут многообразие? Для каких, что ли, dx, dy, x, y это все работает? Когда мы вот только что занимались алгебраическими задачами, ну и вообще, там еще стоит вот такая вот черта и все это на многообразие. На многообразие. На многообразие. Правильно? А чем является вот это многообразие в данном случае? На самом деле мы говорим, вот, dx и dy произвольно, да? И в любой точке плоскости это должно выполняться. То есть на самом деле многообразием является вся плоскость. Вот. И все dx, dy. То есть у нас получается, что вот здесь мы должны говорить так. Для любых dx, dy, ну и для любых x, y. Так. Подставляем теперь выражение для вот этих дифференциалов наших локальных преобразований. Ну, моечки я, естественно, сокращу. Вот. Что у нас получится? Дифференциал расписываю. dx. Это будет xx dx плюс xy dy умножить на dx. Дифференциал расписываю. Равно нулю. Ты списал. Вот. Вот. И теперь я могу уже, пользуясь тем, что это для всех dx, dy у меня должно выполняться, я могу выписывать коэффициенты при различных степенях различных дифференциалов. Вот. Ну, почему я так могу делать? Вот. Вот давайте еще раз. Это, ну, как сказать, это вот момент, который, на самом деле, вот при практической работе очень важен. Поэтому, вот извините, если кому-то это покажется, вот автология. Вот смотрите. Вот. У меня записано вот это, вот эти вот тривиальные соотношения, да, которые, как бы, считаются исходными, и что их писать-то каждый раз. Из них следуют вот эти вот выражения, да. И тоже очень просто, они просто следуют отсюда. Посмотрите, что тут записано. Вот эти вот величины, кси и это, зависят от х и от у, а от dx и dy они не зависят. Понимаете? Это, как бы, вроде просто, но на самом деле можно же встать на такую более общую точку зрения. Как бы, это, может, трудно интерпретировать физически, но математик запросто может сказать так. А давайте-ка я буду искать преобразования, преобразования, вот эти вот, лопальные преобразования, которые зависят не только от х и от и, но также и от dx и dy. Легко. Вот захотели, сделали. Вот от чего вы захотели, чтобы зависело преобразование, от того и сделали его зависящим. Это воля ваша. Это, как бы, нет вот такого, тут никакого закона. Вот за какие захотели правила игры вести, такие ввели. Но, в этом случае, значит, вот те рассуждения, которые я сейчас буду проводить, они уже не пройдут. Потому что, если бы вот эти х с волной и у с волной зависели бы от dx и от dy тоже, то вот эти бы тоже зависели от dx и от dy, и я бы тут ничего не смог расцепить в этом уровне. Понимаете? Я должен был что-то там еще придумать. Как-то еще. Да? Изворачиваться. Вот. А поскольку я сразу предположил, что вот эти глобальные преобразования от dx и от dy не зависят, да? То получается, что, значит, вот эти вот величины, они в зависимости от dx и dy не зависят, да? И, ну, как бы, у нас возникают какие соотношения при одинаковых степенях dx и dy. Так? Вот. Вот. Ну, напомню, что вот это вот у нас было, вот это вот было dx, и вот dx от dx и dy зависит. Вот она, эта зависимость явно содержится. Но не внутри вот этих коэффициентов. Понимаете? Так. Ну, все. Значит, мы можем выписать коэффициент при dx в квадрате, dx dy и при dy в квадрате. У нас будет cx равно cx и что-то я больше не вижу. Вот. Значит, то же самое при dy в квадрате. Это будет y, это y равно 0. Ну, и, наконец, смешанное. xy плюс это x. Так. О чем говорит у нас первое выражение? Мы предполагали, что наша функция xy зависит от x и от y, но производная по x дает нам 0. Поэтому, на самом деле, xy есть функция только от y. То же самое это, есть функция только от x. Так. Ну, а теперь смотрите, что получается. Вот я, давайте, вот это вот выражение с учетом вот этих вот, напишу в явном виде. То есть у меня что получится? Си от y зависит. Вот производная по y, это значит штрих по y. Да? Си штрих по y. Плюс. А здесь была производная по x, но так она только от x зависит же, да? Поэтому я могу записать так. Это штрих от x равно 0. Понятно? Смотрите, что мы имеем. Вот мы бы могли предположить, что может быть это какая-то произвольная функция от y, и здесь стоит ее производная от y. А это какая-то произвольная функция от x, и здесь стоит ее производная по x. Но, для любых значений x и y, вот это вот выполняется. Значит, на самом деле, а? Разделить как? Чего разделить? Ну, а если в другую часть будет ввести, а эта функция от x. Ну, ну, ну. И что это значит? Ну, константы. Совершенно верно. Значит, на самом деле, вот эти вот производные, это константы. Да? Вот оно. Как бы разделение переменной. Вот. Та же самая идея, что для разделения переменных. Ну, собственно говоря, это оно же и есть. И мы тогда можем сказать, что? Что? На самом деле, c' от y, это есть какая-то константа, ну, как-то ее обозначим, допустим, а большое, да? Ну, тогда это штрих от x будет равно минус а большое. Ну, а дальше что? Восстанавливаем вид этих функций, правда? То есть мы можем сказать так, что, тогда, c' от y, это есть, ну, некоторая константа c1, да? Плюс а на y. А это, от x, это есть какая-то константа c2 минус а на x. Тем самым, наши локальные преобразования найдены. Вот они. Ну, это значит, большая часть задачи решена уже. Теперь надо только анализировать вот эти вот возникающие однопараметрические подгруппы, да? Их тут три по количеству параметров c1, c2 и а. Три подгруппы, три подгруппы. Значит, смотрим на подгруппу c1. Значит, c1 равно 1, остальные 0. Вот. Это значит, у нас вот такие вот. 1, это равно 0. Вот такие вот локальные преобразования. Ну, соответственно, система, вот эта система ли, она выглядит как? x с точкой, это будет единица, y с точкой 0. Вот. Но x при а равном 0, x, а y при а равном 0, y. Вот. Ну, элементарно, да? Все. Интегрируем это уравнение, получится а плюс, ну, какая-то произвольная постоянная c. При а равном 0, x должно быть. То есть, у нас x с волной есть x плюс а, а y с волной это просто y. То есть, что это такое? Ну, это просто сдвиг. Сдвиг по x. А, по x просто, да? А? Да, да, да. Сдвиг по x. Сдвиг по x. Вот. Ну, соответственно, точно так же c2 равно 0. У нас породится что? Сдвиг по y. 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 относительно сдвигов, никак не меняется же, да? Так и должно быть конечно. Ну и есть еще одно преобразование, которое сохраняет эту форму. Это что такое? Это вот что такое. Кси равно, да, у это равно минус х. Вот и система уравнений, она выглядит таким образом. Это у нас х с точкой есть у, да, а у с точкой есть минус х. Ну, соответствующие начальники условия я дописываю. Так, решаем эту систему, да? Уже встречались с такой системой? Дифференцируем. Дифференцируем второй раз, получаем х с точкой, а х с точкой равен минус х точек, да? Вот и получаем х полное равно, ну, там, какое-то А занято, С занято, В все занято. Ну, да, какой-то там В1 на косинус А плюс В2 на синус А. Вот, тогда когда х с точкой равен у, и это значит, у словно будет х точкой, да? Минус В1 на синус А плюс В2 на косинус А. И изначальных условий находим, что В1, то есть, когда А равно 0, В1 равно х, а В2 равно 0. И соответствующие преобразования, вот они, конечно, это есть х косинус А плюс В2 на синус А. И изначальных условий есть минус х синус А плюс В2 на синус А. Ну, что это такое? Да. То есть, третье преобразование. Все. Других преобразований Ли нету для этой плоскости. Разумеется, в тех предположениях, в которых мы эти преобразования строили. Если там зависимость от dx и от dy сюда еще включить, да? Ну, тогда, вообще говоря, вопрос, когда получается сложная система, ну, такого вида преобразования тоже рассматриваются в этой теории, вот это так называемое преобразование Ли Бекландом, вот, но там, как правило, получается уравнение, которое решить невозможно, ну, так же просто, как вот эти уравнения, скажем так, их решают в некоторых приближениях, иногда это приводит к каким-то, ну, странным, удивительным и новым по сравнению с этим преобразованием, да? Ну, может, мы там где-то встретимся с ним. То есть, здесь ключи получили в том, что мы задаем не локальное преобразование произвольное, а глобальный, да, вид, что он не зависит от dx. В этом произвол есть. Конечно, в этом произвол. Вот это надо понимать, что от чего зависит, какие переменные являются зависимыми, какие независимыми, вот это всегда такой очень тонкий и сложный вопрос. Вот, я повторяю, что, несмотря на то, что вот эти вот записи первые, которые появляются, они кажутся такими тривиальными, зачем их писать? В самом деле у них много содержится информации, мы сразу предполагаем, что там, что там. Вот мы же могли предположить, что, а давайте пусть x зависит только от x, а y зависит только от y. И все, потеряли бы вращение, да и там, ну, в общем, вся красота пропала. Нет, вот, надо это всегда выписывать. Так, ну ладно, перерыв сделаем. Потом будем видеться.